Погоди, посмотри. Я достаю из старой кожаной сумки слегка разорванную фотографию, которую протягиваю своей прапраправночке. Боже мой, как её зовут? Алёна? Аниша? Ангелина? Как-то так. Не могу вспомнить. Какое-то время она продолжает смотреть на фотографию. И ты? Ты не на фотографии? Нет. Представь себе, моя дорогая крошка, что это я сделала эту фотографию. Фиц всё приготовил сам, настроил камеру, а мне только оставалось нажать на кнопку. Щёлк. И другие? Это кто? Мои глаза больше ничего не видят, но на эту фотографию я столько раз смотрела, что знаю её наизусть. Отец справа, между двумя якутами, с топором в руках. Фиц первый слева, в своих крошечных очках. Херц рядом с ним. И снова она смотрит в тишине. Он не смотрит очень красивый. Кто? Фиц? Нет, твой папа. Она меня смешит, эта малышка. Я никогда не задавала себе этот вопрос. Но он был отличным охотником, в этом я уверена. Ты любишь? Я думаю, что я его боялась. Это значит, что ты не любишь? Я устала от двоих вопросов. Я внезапно остановилась. Малышка совсем рядом со мной, но я различаю лишь её смутный сероватый силуэт. Откликаю её шёпотом. Александра. Мне кажется, что она смотрит на меня странно. Oui? Александра. Я повторила немного погромче. Тебя зовут Александра. Это меня смешит. Ben oui? Je me suis toujours appelée comme ça, tu sais. Теперь смеюсь я. Александра. Я повторяю это слово так, словно наслаждаюсь чайной ложкой мёда. Но как же я могла забыть имя своей прапраправнучки? Конечно же, её зовут Александра, как царицу. Et tu la revu? Kavo? Fits. Il te la ve promi? Нет, никогда. Ты же знаешь, что он был белокожим, учёным, важным человеком. Я же была девочкой с обожжённым от холода кожей, маленькой охотницей Большого Севера. Для него я была никем. Позже я узнала, что он написал книгу и посвятил её моему мамонту. Et alors? Кажется, в этой книге есть моё имя и даже говорят обо мне. Не знаю, правда ли это. В любом случае, я не умею читать. Mais, je vais t'apprendre. В первый раз я снимаю кулон со своей шеи с того момента, как Эбе мне его подарила. И одеваю его на свою прапраправнучку. Держи, моя маленькая, я слишком стара теперь, мне больше не понадобится. Держи его, он тебя защитит. Никогда не снимай его, Александр, и не открывай, иначе вся его сила исчезнет. Продолжение следует...